МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Технически. В Рязани прошла выставка изобретений молодых рязанских инженеров «Рязанские кулибины». Красота и грация. Начался турнир по художественной гимнастике, посвященный памяти заслуженного тренера России Светланы Семеновны Лебедевой. Ну а теперь обо всем подробнее. Сегодня стартовало предварительное голосование внутри регионального отделения партии «Единая Россия». Такое обсуждение кандидатур перед предстоящими выборами проходит регулярно. И основная задача этого предварительного голосования – отобрать таких представителей партии, чьи программы окажутся наиболее соответствующими интересам избирателей. Политсовет регионального отделения партии «Единая Россия» принял решение о проведении предварительного внутрипартийного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения в депутаты Рязанской областной думы шестого созыва. Главным отличием внутрипартийных выборов этого года является максимально открытая форма голосования. Мы проводим предварительное партийное голосование по первой, самой открытой модели. В ней может принять участие каждый гражданин. Достаточно прийти в оргкомитет, написать заявление о своем желании об участии в предварительном внутрипартийном голосовании. Партия «Единая Россия» первая в стране закрепила обязанность предварительного голосования. Региональное отделение имеет большой опыт в организации внутрипартийных выборов. Партия не боится конкуренции. Более того, мы приветствуем новых инициативных людей, которые сегодня предлагают свои решения наболевших проблем, людей, которые пользуются авторитетом своих земляков. И мы считаем, что от этого партия только становится сильнее. И мы рассчитываем на то, что люди придут и сделают свой выбор, поддержат своего кандидата. И выбор в единый день голосования в Рязанской области будет достаточно массовым и активным. Процесс предварительного голосования будет осуществлять оргкомитет, сформированный из представителей разных сфер деятельности и общественных объединений. В течение апреля и мая во всех муниципальных образованиях области состоится встреча с потенциальными кандидатами в депутаты облдумы, которые в этот период будут проводить свою агитационную кампанию. В назначенный день будут сформированы избирательные участки, на которые сможет прийти любой желающий и проголосовать за предложенных кандидатов. Выбрать они смогут не одного, а сразу нескольких претендентов. С сегодняшнего дня начинаются денежные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы. Эти средства участники боевых действий, тружники тыла и узники нацистских концлагерей получат вместе с пенсией и другими соцвыплатами за апрель. Потому ходить никуда за деньгами не придется. Такие выплаты получат 28 тысяч рязанцев. Деньги будут перечислены в течение двух месяцев – апреля и мая этого года – с выплаты пенсий. При этом, чтобы получить единовременное пособие, жителям области не надо подавать никаких специальных заявлений. И мы действительно к 70-летию Великой Победы будем выплачивать, как и предыдущие годы, единовременные разы и выплаты. Например, участники Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы погибших военнослужащих во время войны, а также вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны, которые умерли уже в мирное время. Мы также узникам, детям во время войны, которые были в концентрационных лагерях, мы им выплатим разу по 7 тысяч рублей. Также в правительстве позаботились о том, чтобы ветераны в праздничные дни смогли при желании встретиться со своими боевыми товарищами, независимо от того, где они живут. В период с 3 по 12 мая будет установлен специальный режим проезда. Ветераны смогут бесплатно пользоваться любым видом общественного транспорта. Бесплатный проезд предусмотрен для того, кто сопровождает ветерана. Речь идет о всех видах транспорта, включая железнодорожный, речной и воздушный. Оформление проездных документов будет осуществляться при предъявлении удостоверения участника или инвалида Великой Отечественной войны и паспорта. А теперь к оперативной информации. Оперативники уголовного розыска накрыли очередной наркопритон. На этот раз его организовал житель поселка Соколовка. А обустроил он это нехорошее место в своем собственном доме. Сотрудники уголовного розыска пресекли деятельность притона для употребления наркотиков, который организовал у себя дома в районе Соколовки, 31-летний неработающий гражданин. Полицейские получили информацию, что в гости к мужчине зачастили подозрительные люди. Оперативники выяснили, что в своем жилище хозяин организовал притон для употребления синтетических веществ. По оперативным сведениям посетители притона приносили хозяину наркотики, которые они совместно употребляли. Так и коротали они холодные зимние вечера. В ходе специально подготовленной операции полицейские задержали организатора притона и двух 30-летних посетителей в момент употребления наркотических средств. Изъяты самодельные свертки с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что злоумышленники незаконно хранили около полуграмма сильнодействующего синтетического наркотического средства. В отношении хозяина дома возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации. А рязанские дорожные полицейские сообщают подробности двух автоварей, которые унесли жизни трех человек. Первый день апреля для некоторых автомобилистов выдался совсем невеселым. На трассе Москва-Челябинск в Шиловском районе произошло сразу два крупных ДТП. В автомобиле КАМАЗ, который следовал в направлении Москвы, в результате неисправности сцепного устройства отцепился пресеп, который выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение сначала с автомобилем «Фольксваген», затем с автомобилем «Опель». Водитель и пассажир автомобиля «Фольксваген» от полученных травм скончались на месте ДТП. Еще одна страшная авария, унесшая жизнь автомобилиста, произошла спустя несколько часов совсем неподалеку. Водитель автомобиля ВАЗ-2110 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным грузовиком «ДАВ». Водитель легкового автомобиля в результате столкновения скончался до приезда скорой помощи. Водитель грузовика получил незначительные травмы. Ну а теперь к более жизнеутверждающим событиям. Сегодня состоялся региональный творческий конкурс среди молодых инженеров «Рязанские Кулибины». На выставке представлены изобретения, которые, возможно, уже в ближайшем будущем найдут свое применение в отечественной промышленности. Кстати, некоторым изобретениям позавидовал бы даже и знаменитый механик 18 века Иван Петрович Кулибин. Иван Петрович Кулибин родился в 1735 году в селении Подновья Нижегородского уезда в семье мелкого торговца. В юношеском возрасте он обучился слесарному, токарному и часовому делу. Его талант проявился очень рано. Еще в 1764 по 1767 года Кулибин изготовил уникальные карманные часы. К 1772 году Иван Петрович разработал несколько проектов 298-метрового одноарочного моста через Дневу с деревянными решетчатыми фермами. В последующие годы Кулибин изобрел и изготовил много оригинальных механизмов, машин и аппаратов. Среди них фонарь-пожектор с проболическим отражателем измельчающих зеркал и речное судно с вододействующим двигателем. Подавляющее большинство изобретений Кулибина, возможность использования которых подтвердила наше время, тогда не было реализовано. Диковинные автоматы, забавные игрушки, хитроумные фейерверки для высокородной толпы – все это лишь впечатляло современников. Фамилия народного гения от механики стала в русском языке нарицательной. Так стали называть мастеров-самоучек, добившихся больших успехов в своем ремесле. Именем Кулибина названы улицы во многих городах России. Ну а вот в Рязани его имя получила выставка работ молодых инженеров. В экспозиции конкурса «Моя профессия, мое призвание» представлены работы студентов 23 средних специальных учебных заведений Рязанской области. Будущие изобретатели предоставляют работы в семи номинациях – техническое моделирование, техническое конструирование, радиоэлектроника, робототехника, научное исследование, мультимедийные технологии, программирование и видеофильм. В 2014 году в поселке Еласьме произошел несчастный случай. При переправе утонули 6 человек. Именно эта беда потолкнула студентов и преподавателей Касимовского техникума водного транспорта создать судно, которое работало бы в любую погоду и стало бы безопасным для его пассажиров. Сейчас они уже представляют на выставке макет катамарана на солнечных батареях. Мне стало интересно для того, чтобы для людей стало легче, чтобы перевозить рабочие бригады на место работы, перевозить какие-нибудь грузы и также продукты. Очень приятно то, что ребята помимо непосредственно той программы образовательной, которую они обязаны получать в техникумах и колледжах, они еще дополнительно занимаются вот именно творчеством, что очень приятно среди нашей молодежи вот такое встретить. Ребята замечательные, если бы с ними поговорили. На самом деле просто радуют. Замминистра образования Рязанской области Дмитрий Боков отметил, что такие выставки дают возможность поддержать талантливых студентов. И не исключено, что в перспективе некоторые разработки получат реальное применение. В рамках дипломных, выпускных квалификационных работ хорошо, когда ребята делают вещи, которые остаются в учебном заведении, на которых потом их последователи учатся. Вот строительный колледж, по-моему, для студенческой работы это более чем достойно. Человек выпустится из учебного заведения, а все остальные будут на этой работе учиться. Мы уже поговорили, посмотрели, как его можно еще дополнительно доработать. Можно видеть внутреннюю обрешетку с применением современных энергосберегающих материалов. Можно наглядно посмотреть фундамент, дренажную систему, внутреннюю и наружную электрику. Ну и, в принципе, оценить все в общем. В регионе сейчас уделяется большое внимание математическому и техническому образованию молодого поколения, потому что обществу нужны перспективные техники и программисты. Студенты Касимовского нефтегазового колледжа разработали оборудование для добычи нефти и газа. Для добычи газа и нефти. Он состоит из наружной подземного и наземного оборудования. В качестве наземного оборудования мы используем фонтанную арматуру. Фонтанная арматура – это трубная обвязка, состоит из труб и регулирующих запоров. Она регулирует давление и потоки скважины. По итогам выставки «Рязанские кулибины» экспертная комиссия выберет победителей, которые будут представлять наш регион на Всероссийской выставке летом этого года. А теперь о спорте. Стартовал турнир, посвященный памяти одного из основателей секции по художественной гимнастике в нашем городе – заслуженного тренера России Светланы Семеновны Лебедевой. В Рязанском спорткомплексе «Локомотив» проходят соревнования по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера РСФСР Светланы Семеновны Лебедевой. Данный турнир проходит уже в 13-й раз, и год от года количество участников только растет. Присутствует 14 областей принимают участие, 295 гимнасток, такого у нас никогда не было. И впервые мы проводим соревнования в групповых упражнениях. Художественная гимнастика в нашей области начала развиваться почти 60 лет назад, когда в 1958 году молодой и амбициозный тренер Светлана Лебедева набирала первую группу девушек. С тех пор рязанские гимнастки не раз поднимались на пьедесталы почета различных всероссийских и международных турниров. И на этом наш сегодняшний информационный выпуск подошел к концу. Ну а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет митрополит Рязанский Михайловский Вениамин. И речь в беседе пойдет о строительстве православного храма в парке морской славы Штовканищева. А на сегодня с новостями это все, и до встречи в эфире. Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40 40 20 40. Субтитры создавал DimaTorzok